привет друзья в этом видео хочу поделиться с вами своей профессиональной и можно сказать философской концепцией три столпа счастья человека иногда я говорю что три столпа жизненного счастья иногда три столпа жизни все это одно меня зовут Иван Стифутин я профессиональный бизнес-коуч и наставник предприниматель и эксперт занимаюсь этим уже больше трех лет имею множество кейсов и очень люблю свою работу помогаю людям которые нашли себя зарабатывать больше и становиться счастливее а тем кто еще себя пока не нашел помогаю сделать это так что же за концепция трех столпов счастья первый стол это вера под верой я подразумеваю убежденность в истинности нашего мировоззрения и опора на него не только истинность но и целостность у нас есть целостное представление о мире о мироздании можно даже сказать и мы на него опираемся и тогда эта вера может быть во что угодно то что вашей душе ближе бога во вселенную судьбу в самих себя в близких людей и так далее важно чтобы она в принципе была вторая составляющая это любовь и любовь здесь это ощущение близости и сопричастности все очень просто любовь аналогично может быть разной она может быть к партнеру к родителям к всем людям на земле животным и вообще к тому что вы видите в этой жизни важного и ценного для себя чем себя чувствуете сопричастным и том числе это как самому себе тоже но не только лишь третий стол это цель и цель это направление вашего действия и желания цель может быть краткосрочной может быть долгосрочной конкретной абстрактной какой-то конкретной вашей сфере деятельности или вообще жизни то есть важно опять же здесь ее наличие ваше ощущение того что у вас есть какая-то цель не только лишь вера в то что в целом все будет хорошо например да не только любовь которую вы чувствуете сейчас и которую вы сейчас получаете но еще и какое-то направление устремление своего до расширение какого-то развития и так далее потому что иначе в этом есть например двери и в любви очень много тепла очень много достаточно ресурса много энергии но при этом есть ощущение застоя есть ощущение некого некой стагнации вот так что ли я видел таких людей у которых вроде бы все хорошо но именно отсутствие целей не позволяет им чувствовать себя в полной мере счастливыми реализованными и отдающими и получающими максимум от этого мира поэтому вера нам дает уверенность любовь нам дает поддержку а цель дает нам направление можно сказать что она дает нам именно вектор приложения тех внутренних сил которые у нас имеются и здесь возможно вы спросите а почему столпы и почему их три я вам ответил что три их потому что на трех столпах как раз очень прочно и устойчиво зиждется наша счастливая жизнь наше личное счастье когда ну собственно вот когда их становится 2 то принципе наша жизнь все еще устойчиво два столпа как правило по моему опыту стремятся воссоздать 3 если например вы потеряли цель на у вас есть любовь у вас есть вера то вы ее стремитесь найти эту цель и пользуетесь какими-то инструментами если вы вдруг утратили любовь но у вас опять же есть какие-то устремления в жизни есть какая-то уверенность убежденность себя ли или высшие силы то тоже вы скорее всего продолжите двигаться дальше и эту любовь в том или ином виде обретете также сферы а вот если у вас шаткая ситуация когда вы тем более разом утратили так скажем полторы опоры когда например из вашей жизни ушла нам вместе с любовью там добрая часть веры да то есть вы резко перестали верить в то во что верили всегда до этого вот это уже состояние на грани падения оно очень шаткое оно очень неустойчиво да и вот эта счастливая жизнь может очень легко завалиться на бок и скатиться то есть она так держится ну вот на последнем волоске да то есть вот полторы столпа полторы опоры полтора столпа могут себя восстановить чуть с большим трудом чем два но это вот такое пограничное то есть все очень сильно зависит от того как именно вы себя в этот момент настроите какие другие внутренние ресурсы вы в себе найдете и что будете после этого делать вот когда один столб то вероятно вы момент когда было полтора или два пропустили ну либо что-то вот случилось бывают форс-мажор у нас сильные в жизни и здесь к сожалению мои наблюдения говорят о том что последний столб стремится разрушиться то есть во первых мы иногда бываем сами себе не товарищами мы ну действуем по принципу сгорел сарай гори и хата и мы начинаем до разрушать как бы обесценивая всю жизнь целиком а говоря что в ней совсем нет ничего хорошего потому что если у вас потерялась цель потерялась вера но при этом например осталась любовь остался близкий человек который вас поддерживает скорее всего вы будете искать недостатки в нем копать до тех пор пока ну собственно не докопаетесь да и это надо очень большой выдержку и терпение иметь чтобы здесь не подточить и этот оставшийся стержень так вот ну и в принципе да если даже предположить что вот на картинке бы эта колонна находилась посередине то этот столб тоже просто под воздействием всей нагрузки на него разрушался быстрее то есть если даже он достаточно прочим но вы не стремитесь воссоздавать два других да то рано или поздно он разрушится к сожалению и когда все столпы утрачены то жизнь превращается в руины на или она может быть вообще заканчивается когда человек утрачивает и цель и веру и любовь это очень грустно но это так и естественно я вам желаю не доводить до такой ситуации собственно предлагаю вам посмотреть что же сейчас как сейчас вы чувствуете себя посмотрите насколько вы чувствуете наличие в своей жизни сейчас веры любви и цель я вам предлагаю это оценить по шкале из трех пунктов на либо вы вполне или сильно чувствуете наличие например вера да то есть вы мысленно знать насколько я чувствую сейчас веру в своей жизни насколько я во что-то верю насколько я уверен в том что у меня все получится насколько я вообще верю в то что мои цели достижимы насколько я верю то что моя жизнь как-то управляется мной или или какими-то еще алгоритмами и системами людьми и сущностями и так далее да если вы чувствуете что да вы вполне целостно и уверенно на это смотрите то это вполне или сильно если не вполне как-то так вот шатко то это средне и если вы недостаточно вообще чувствуете или совсем не чувствуете такого то это уже уже отсутствие столпа мы не здесь констатируем и также пройдитесь пожалуйста мысленно просто задать все прямо сейчас вопрос насколько я чувствую и почувствуйте сильно средне или слабо насколько я чувствую наличие цель цели целей их может быть не одна их может быть много как мы уже говорили это же ответьте просто внутренне на этот вопрос и и соответственно если все ваши три колонны или даже одна какая-то подточена или может быть две подточены это не так страшно на есть потенциал просто обратить внимание и действиями здесь и сейчас без особых каких-то глубинных заглядываний их дорасти если же вы чувствуете что какая-то колонна прямо утрачены тем более если вы чувствуете что это уже какое-то время с вами это повод задуматься если вы чувствуете что ваше состояние сейчас такое очень пограничное да что это скорее где-то вот половинка от из трех то есть конечно повод для того чтобы поискать внутри себя либо вовне себя информацию инструменты которые помогли бы вам разобраться что случилось а почему так произошло и почему эта ситуация продолжается на чтобы вы сейчас могли опереться где взять строительные материалы чтобы свои столбы восстановить воссоздать и усилить я со своей стороны предлагаю вам поддержку если она нужна просто напишите мне что вы посмотрели это видео и нашли какую-то недостающую колонну мы сможем с вами созвониться буквально на 20-30 минут и за это время практика показывает достаточно чтобы понять в чем здесь может быть дело и более того наметить какие-то конкретные прикладные шаги которые вы сможете осуществить и уже улучшить свое состояние и свое состояние целостной жизни если же вы не чувствуете в себе потребности или может быть не чувствуете готовности общаться на эту тему то подписывайтесь на мой телеграм-канал Кочующий Коуч там я пишу философские а иногда очень прикладные вещи о том как сделать свою жизнь счастливее а себя более достаточным успешным и обеспеченным человеком спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok